всем привет девчонки сейчас бегу на маникюр и педикюр подготовка к отпуску полным ходом как всегда беру вас с собой потом у меня сегодня флеболог не знаю буду ли снимать у флеболога давно хотела по поводу венок своих проконсультироваться и сбор чемоданов постараюсь детально для вас поснимать я сейчас на педикюре мама выделила мне три часа сидит сейчас с детками определяемся с цветом мне очень понравился вот такой вот голубоватый градиент с розовым и например вот такой порошка на большом пальчике сделать если на ногах на руках посмотрим но вот будет что-то такое в принципе у меня сейчас подобный маникюр как видите но я очень давно хотела именно вот этот градиент цвета закатного неба на море девчонки вот такой вот педикюр у нас получился я в инстаграме в прямом эфире вам показывала как мне его делали посмотрите какое милое пёрышко здесь маникюр будем немножечко другое делать цвета похожие будут но дизайн чуть-чуть другой мне нравится что-то новенькое смотрите как у меня отрос мой предыдущий маникюр я специально дотянула до последних дней перед отпуском чтобы со свежим маникюром поехать длина уже очень сильно отросла я в этот раз не буду ее укорачивать в отпуск поеду с длинными ногтями все равно ничего не делать не убираться не готовить девчонки посмотрите какая классная форма ногтей я прям влюблена в нее сейчас будем делать градиента это у нас розовая база градиент будем делать такой какой-то губочкой никогда не делала посмотрим очень интересно что в итоге получится засвечивает не до конца видно красота такая получается несколько слоев вот так вот растушевывается подсушивается и где-то три-четыре слоя посмотрите что получилось мне очень нравится надо было конечно давно градиент попробовать так здорово с ним я честно говоря думала по поводу перышко нужно ли она здесь но мне показалось что без него скучновато поэтому решил добавить здорово все к отпуском готова у нас такой ветер сегодня сейчас иду держу платье вот она проблема платьев и юбок что ткань легкая и она просто нереально от ветра поднимается вот мы прощаемся с нашим осяне девчонки не переживайте мы нашли очень хороших хозяев новых не так далеко от нас это подмосковье город одинцово я подготовила все необходимое на первое время здесь наполнитель сено корм мисочка для еды а прошлое моё видео с плюсами и минусами кроликов я сняла для того чтобы она была на моем канале потому что очень многие просили это видео и я хотела поделиться своими впечатлениями своим мнением о пребывании кроликов домашних условиях а то кто-то написал что это реклама массе я вообще не понимаю как вы могли обо мне такое подумать я сняла это видео так как давно его планировала многие просили я понимала что потом я не смогу его снять потому что массе уже не будет поэтому я поторопилась и сделала это перед тем как отдавать массе масянечка наша любимая прости что мы тебя отдаем на тебя в новой семье будет хорошо я уверена в этом вы думаете что я такая обижалась но если бы не наш переезд мы бы никогда в жизни ее не отдали потому что мы в ответственность за тех кого приручили и за два года те что она прибыла ну практически два года летом года где-то к августу ближе у меня ни разу не возникало мысли чтобы проститься с массе по той причине что она нам надоело потому что она мне сколько не надоело грустно конечно нет давай мы закроем клеточку сиди хорошо девчонки честно говоря многие из вас меня расстроили после моего видео о том что мы прощаемся с кроликом мы его отдали в итоге в очень хорошую добрую семью это моя подписчица у нее есть маленький сыночек двух годиков у них нет никаких домашних животных и они давно об этом мечтали я не понимаю почему то что мы решили расстаться с кроликом по уважительной причине вызвало у вас только негатива ведь я его не выкидываю я не прощаюсь с ним по той причине что он нам надоел мы два года за ним ухаживали мы его очень любим любим любили но к сожалению мы не можем в связи с переездом взять его с собой я нашла добрые руки которым отдала и я за кролика нашел спокойно но негатив многих из вас конечно меня очень настроил я прям обиделась на многих кого-то я заблокировала кого-то попросила отписаться от моего канала если вы смотря мой канал думаете обо мне так плохо как кто-то подумал значит у меня совершенно не знаете и не хотите узнать и такие подписчики мне не нужны девчонки не пугайтесь у меня сбор чемоданов полным ходом видите какой беспорядок до отпуска еще несколько дней я решила заранее сложить все что я приблизительно хочу взять чтобы ничего не забыть это еще не все мне еще нужно из ванной всякие шампуни всякие гели для душа и так далее принести обувь еще не вся и еще по мелочи но видите чемоданы уже практически полный поэтому я буду наверное рассортировать и возможно какие-то вещи убирать для меня это всегда самое сложное потому что хочется взять по максимуму чтобы потом точно не пожалеть что чего-то не взяла я наверное более детально когда точно соберу чемоданы вам покажу что взяла кстати девчонки хотела вам показать буквально на днях приехал подарочек для марка от компании lucky child посмотрите какая у них коллекция rush 2018 в честь футбола я честно говоря не очень в этом разбираюсь прислали нам вот такие вот комплектики спортивные футболочка шортики и вот такая вот как она называется не за водолазочка смотрите какая красота хотела вам показать какие беру подгузники в каком количестве конечно же наши любимые хангис элит софт я беру трусиками мне кажется трусиками удобней где-нибудь например в аэропорту одевать посадил на коленке марка и переодеваешь подгузник поэтому обычно мы пользуемся которые на липучках но трусики в дорогу мне кажется идеально я беру подгузники из расчета 3 штуки на день потому что у нас будут еще подгузники для плавания это когда мы будем на пляже поэтому 3 в день мне кажется это даже много может быть даже 2 будет хватать но посмотрим 3 умножить на 14 дней это получается 42 подгузника нам нужно вот в такой упаковке 38 поэтому вот эту большую упаковку я точно беру конечно можно там все купить но я боюсь вдруг какого-то торгового центра рядом не будет поэтому я лучше перестрахуюсь возьму наверное одну пачку возьму и в крайнем случае там докуплю если понадобится также марку беру вот такие подгузники от хагис для купания для бассейна для моря они вроде на липучках мы такими еще не пользовались девчонки потом в отпуске вам покажу и поделюсь впечатлениями насколько они нам понравились беру две упаковки честно говоря не помню сколько штук подожди алине я не вижу сколько штук здесь ну штук 10 здесь точно должно быть в общем я думаю две упаковки нам по-любому хватит и беру конечно же много много салфеток я вот эти очень люблю они недорогие и очень хорошие влажные пахнут нейтрально так алин что нам еще нужно взять книжки пойдем выберем книжки с собой в дорогу сейчас с алиночкой выбираем какие книжки взять с собой и в самолете и в аэропорту чем-то нужно заниматься девчонки хотела вам посоветовать очень полезная информация на сайте читай город в течение целого июня проходит акция самые разные скидки на различные детские книжки и что очень приятно на мои любимые книжки кумона тоже есть скидка я вам обязательно ссылку оставлю загляните посмотрите может быть какие-то книжки действительно по очень выгодным ценам для вас будут книжки кумон я прям очень очень вам рекомендую я уже про них вам сто раз говорила мы возьмем наверное вот такой вот транспорт с наклейками девчонки вот подобные книжки с наклейками могут ребенку увлечь минимум на полчаса возьмем творческие способности и возьмем наверное давай рисовать видите очень классно например ребенок должен найти цвет соответствующий и разукрасить квадрат треугольничек кружочек очень хорошая вот эта развивающая книжка поэтому может быть кому-то действительно информация будет полезно переходите по ссылке под видео и заказывайте такие развивашки классные для ваших детишек здесь у нас солнцезащитные средства я вам показывала боролафа берлитка вот такая вот тридцатка для детишек и нам с мужем 20 15 но в первое время мы тоже будем в первые дни пользоваться тридцаткой в зависимости от погоды посмотрим конечно конечно очень много места у нас занимают вот эти вот надувные разные принадлежности круг алинкина пулялка для воды что будешь делать сняли папа пуляться в маму будешь в маму не будешь спасибо алиночка ты знаешь что я не люблю будешь папу стрелять да а он тебя тоже будет стрелять а он любит где папа где папин пистолет смотри он в тебя вот таким пистолетом будет в это папин пистолет потому что вот у тебя вот такой будешь набирать воду и за папой бегать дальнем по пляжу да и в марка тоже стрелять нет марк наверно плакать будет не будем него стрелять он еще маленький да подрастет вы будете друг друга пулять в общем у нас тут различные надувные принадлежности они конечно много места занимают но я как-нибудь их укомплектую алина на убери ты его а ну рано еще девчонки хотела вам показать все то что я заказывала у лиокит еще в мае лежала ждало нашей отправки вот пуск первое что я заказала марку это вот такой вот дышащий матрасик для коляски я очень про него много наслышана взяла вот такую вот яркую расцветку это матрасик для того чтобы спинка головка не потели когда малыш спит в коляске это к сожалению проблема многих посмотрите то есть его можно использовать для авто люльки для коляски для стульчика для кормления для автокресла мы например когда ездили в калугу и вот этого матрасика у нас еще не было у марка и у алиночки сзади прямо вспотела спинка поэтому девчонки это очень важно малину это для коляски не надо на этом лежать я решила что такой матрасик нам необходим я потом вам обязательно покажу в отпуске как мы его пристегиваем колясочки то есть получается вот этого для головы часть видите здесь вот такие вот дырочки проникает туда воздух и получается что он кондиционирует и ребеночек не потеет следующее что я заказала для марка это вот такой вот кап от солнца единственное у нас сейчас новая коляска у нас кап достаточно большой я заказывала еще когда у нас старая коляска была с небольшим капом но в любом случае опять таки когда марк будет спать на пляже чтобы всего его накрыть от солнца чтобы и ножки покрывала кап конечно очень хорошая вещица тоже покажу как смотрится я взяла вот такую яркую расцветку там есть более спокойный но мне захотелось чего-то веселенького и следующее что я заказала это вот такая вот пляжная сумка сюда можно сложить вся всякие подгузники с собой полотенчика крем от загара очень классно сочетается такая веселенькая забавная девчонки ссылку на сайт леокит я вам как всегда обязательно оставлю под видео и у меня будет для вас приятный бонус скидка 10 процентов на весь летний ассортимент так что пользуйтесь девчонки я сейчас пришла фикс прайс хочу присмотреть каких-нибудь недорогих игрушек в большом количестве для самолета чтобы алиночка с марком игрались чем-то их отвлечь в самолете смотрите какая классная игрушка надувается вот такой вот динозаврик мне кажется что на полчаса отличное развлечение следующее например в самолете положить вот такого паука он будет ползать то есть если на горизонтальную поверхность положить тоже отличное развлечение на минут 20 им будет весело так что сейчас присмотрю хочу прям целый пакет набрать чтобы чем-то их развлекать в самолете вот такие книжечки тоже 55 рублей можно какие-нибудь новенькие набрать котенок смотрите какой классный набор фломастера вот в такой упаковке тоже можно взять единственное много места занимает посмотрим что тут еще есть интересного какой-нибудь альбомчик и можно для рисования смотрите какая милота следующая это спиннер она мне давно просила и смотрите какая классная штука тоже возьму ну что довольны ну что поехали оленен девчонки давайте я вам пока покажу нашу новую красотку как же мне нравится эта коляска я с вами в инстаграме уже делилась показывала детальные stories я думаю что через месяц после нашего отпуска я обязательно сниму для вас обзор детально про нашу колясочку вам расскажу а в инстаграме в ближайшее время будет пост тоже поделюсь с вами более полными впечатлениями уже тестируем эту коляску полторы недели и у меня сложилось они определенное мнение очень позитивная коляска называется кит суп это совсем новая модель она еще не очень популярная смотрите собирается куда слезай быстро сказала еще не хватало чтобы ты себе что не сломала перед завтрашним днем это очень большая горка я ее судорожно боюсь давайте быстренько сейчас пройду что мне было важно при выборе коляски это глубокий кап здесь даже он еще увеличивается смотрите какой больше половины получается следующее это вот такие кожаные ручки мне важно было чтобы здесь была цельная ручка потому что у меня помню у алининой трости ручки было 2 и это было совершенно неудобно например когда в одной рукой везете здесь очень в этом плане удобно все искала именно кожаные ручки потому что они не такие марки как поролоновые следующая коляска весит у нас 6 килограмм может быть чуть больше она очень легкая девчонки я не знаю я могу ее вести одним пальчиком она очень маневренная она не шумит она мягкая на кочках в общем у меня к ней сейчас одни положительные эмоции а следующая спинка здесь превращается в горизонтальную есть разные положения конечно же ремни безопасности пятиточечные но я вот здесь вот только закрепляю марка корзина невероятно огромная посмотрите какая она большая у меня помещается здесь несколько пакетов с продуктами и колесики посмотрите какие большие думаю что зимой мы без проблем будем по снегу ездить на них следующее что меня здесь порадовало это кармашек для меня было это очень важно видите здесь у меня кошелек телефон кармашек очень глубокий это удобно и сидушка как видите широкая марк здесь и спит ему комфортно и в зимнем комбинезоне тоже будет здорово здесь поэтому девчонки вот на данный момент коляску могу рекомендовать присмотритесь я вам ссылку оставлю я не знаю как в других городах москве буквально в пару мест можно найти эту коляску я вам напишу ссылку я брала через инстаграм по самой выгодной цене на момент покупки коляска стоила 15 с половиной тысяч рублей у меня как раз бюджет был до 15000 дороже я считаю не очень целесообразно покупать прогулочную коляску но вот 15000 такая оптимальная цена более полный обзор будет все-таки после отпуска когда мы хорошо ее поэксплуатируем кстати собирается она очень легко буквально одним движением и превращается в такую малютку которую можно брать на борт самолета девчонки решила в конце снять небольшой фрагмент попрощаться с вами как видите мы уже сидим на чемоданах сейчас 11 часов вечера через два часа мы вылетаем я уже сонная и нам еще всю ночь быть в дороге и все утро не знаю как мы переживем это путешествие детишки тоже будут наверное очень уставшие я бронировала билеты на вылет из москвы в три часа дня это оптимально для меня под вечер мы бы приехали в отель поспали и новый день у нас начался бы с новыми силами но к сожалению все изменилось последний момент и мы вылетаем в 5 утра в отеле мы будем в 10 утра уставшие после бессонной ночи и первый день для нас пройдет скорее всего в вяло текущем режиме но что получилось то получилось мне осталось сейчас допаковать чемодан у нас в итоге получается два больших чемодана и два рюкзака или один рюкзак сейчас посмотрим потому что очень много техники берем с мужем два ноутбука фотоаппарат видеокамеру и так далее кстати девчонки посмотрите я в итоге нарастила реснички честно говоря я немножко в шоке от объема я ожидала что они будут более натуральными мне многие советовали объем 2d но оказывается все очень индивидуально так как мне сказала мастер у меня ресницы свои достаточно густые они растут в несколько рядов и объем как видите получился намного больше чем я того хотела насколько я понимаю в течение пары дней объем еще должен как-то немножко сойти реснички улягутся какие-то реснички отпадут и ресницы будут не такие яркие я очень на это надеюсь потому что сейчас мне кажется что они слишком большие но один плюс две недели не нужно будет краситься девчонки к сожалению я не подготовилась к своему отсутствию на ютюбе нас не будет две недели в отпуске получается мы будем где-то с 8 июня до двадцать третьего двадцать четвертого и эти дни видео на канале выходить не будут но обязательно буду снимать stories в инстаграме обязательно будут посты в инстаграме поэтому кто не подписывался на меня в инстаграме обязательно подписывайтесь следите за моими новостями там там онлайн каждый день я постараюсь делиться с вами какими-то живописными красотами болгарии нашим отдыхом также девчонки я хотела вас попросить тебя написать свои пожелания к съемке отпускных влогов что вы хотите увидеть побольше что мне снимать побольше я постараюсь учесть все ваши пожелания при съемке этих видео видео с отпуска я надеюсь будет много потому что я намерена снимать активно на сегодня буду с вами прощаться подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм и до скорых встреч